Музыка Наш лагерь находится на берегу Дона, в живописной местности, в рочище Тополиха, где отдыхают, Ну, можно сказать, уже сотни детей прошли через наш лагерь, замечательная программа, дети приезжают со всей области, с различных районов, Тацинский, Цемлянский, Заветинский, Морозовский, многие-многие, детям очень нравится, и многие возвращаются сюда, и даже, можно сказать, выросли в нашем лагере, на наших глазах, и последняя смена, они говорят нам, до свидания, привезем сюда своих детей. Лагерь этот спортивно-оздоровительный, каждый день проходят спортивные соревнования, потому что главная цель – это укрепление здоровья детей, организация их досуга, развитие творческого потенциала, интеллектуально, проходят различные конкурсы, викторины, встречи с сотрудниками ГИБДД, ПДН, МЧС, где рассказывают детям о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Вожатые и воспитатели организуют досуг детей, проводят различные с ними мероприятия, отрядные дела. Основное направление в лагере – это каждый отряд должен подготовить мероприятие, чтобы дети сами организовали, участвовали, подготовили костюмы, составили сценарий. Практически, можно сказать, что это, получается, проектная исследовательская деятельность. Ну и, конечно же, самое главное – это здоровье и сбережение. Лагерь «Солнышко» существует уже более полувека. Сначала это был палаточный лагерь, затем построили, вот вы видите, наблюдаете эти домики на сваях. Они тоже существуют уже очень-очень много лет. Кстати, здесь отдыхали дети в 60-е, 70-е годы, которые стали известны выдающейся личностью и прошли через наш лагерь. Дети проживают у нас вот в таких домиках. Здесь домики рассчитаны на четверых детей. Примерно 4 квадратных метра на каждого по Санпину. Вот так располагаются кровати. У каждого есть своя тумбочка, шкаф для вещей, стол, где они могут сидеть и заниматься какими-то своими личными делами. Это у нас обновленное здание столовой. Здесь вместимость 100 человек. Кухня домашняя. Дети с удовольствием кушают котлеты, гуляш, борщ домашний, суп с фрикадельками, каши. Детей кормят 5 раз в день. Завтрак, обед, полдень, затем ужин и еще сонник называется, когда перед сном дети тоже получают стакан кефира, ну и еще печенье, бублики и другие продукты. Это Светлана Тимофеевна Марушка. Она уже давно работает у нас на кухне. Наш главный повар готовит детям вкусную еду. У нас все готовится из свежих овощей, мясные изделия, кулинарные изделия. Сегодня у нас, что с Светлана Тимофеевна сегодня у нас на обед? Борщ. Дети любят борщ, им приходят даже с добавкой. А что на второе? Печень построгановская. Представляете, какая вкусная еда для детей. Кроме домиков у нас еще есть два корпуса, благоустроенных, с комфортными условиями для детей. Комнаты в основном на троих и на двух человек. Вот эта комната на троих. У каждого кровать, комплект постельного белья, который меняют регулярно. Для каждого ребенка есть своя тумбочка, стол, когда они могут сидеть, рисовать, писать, какие-то, может быть, свои какие-то игры играть. Замечательно еще то, что у нас в лагере есть свой пляж, который оборудован в соответствии со всеми требованиями. Здесь есть ограждение территории, где дети купаются за определенное время. И есть место, где можно спрятаться от солнышка, лежаки, грибочки и раздевалки. На пляже у нас проходит не только купание, но и соревнования. Здесь дети играют в пляжный футбол, в пляжный волейбол, различные эстафеты на песке, эстафеты в воде. Замечательно отдыхают ребята и уезжают из лагеря с позитивом, со здоровьем, с впечатлениями и возвращаются к нам назад. Меня зовут Арина, я живу в штанице Тацинской. Я сюда приехала с моей сестрой Полиной. Здесь очень весело. Меня зовут Дима Смарнафова, мы с Димой Близнецы. Мы с Димой уже приезжаем сюда не в первый раз. Меня зовут Лера, мне 11 лет. Тут такие классные дискотеки, такая крутая музыка, тут такие танцы. Ребята, скорее приезжайте сюда. Оздоровлением детей в Тацинском районе занимаются давно и основательно. Делают это многие службы. И управление социальной защитой, и социальные педагоги, педагоги школы, отдел образования, медицинские работники, спортивные тренеры. И когда мы начинаем заниматься этой работой, мы видим испуганные глаза родителей. Конечно, как отправить свое любимое чадо. На три недели все задают вопросы. А справится ребенок с проблемами, которые поставит ему уже новая жизнь, взрослая, так скажем, жизнь. Да, лагерь – это школа жизни. Сегодня мы в спортивно-оздоровительном лагере «Солнышко», который расположен в Семикаракорском районе. Наши дети уже много лет ездят сюда, любят этот лагерь. И побывая немного с детьми, они ответили на все вопросы родителям. Ребята, вам здесь здорово? Да! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова